Динамо Акбарс Легендарная «Уралочка» НТМК во главе с Николаем Васильевичем Карполем «Уралочка» очень классная команда и списывать их нельзя. Я думаю, что будет очень сложная игра и борьба Николай Васильевич с этого сезона уступил должность главного тренера своему внуку Михаилу, а сам перешел на должность старшего тренера При этом на домашних матчах Николай Васильевич по-прежнему руководит командой Своей нескончаемой энергией Николай Карполь помог «Уралочке» одержать неожиданную и очень яркую победу неделю назад над московским «Динамо» Невероятные 40-38 в первой партии и тяжелая победа на тайбрейке 3-2 Кстати, это поражение стоило место главному тренеру «Динамо» Желько Булатовичу, которого уже заменил Константин Ушаков Да, сегодня смотрели уже эту игру, ну, несколько игр Хорошо играет «Уралочка», молодцы Будет непросто с ними играть, но всегда с «Уралочкой» непросто играть Хорошая команда сыгранная, азартная, очень чистенько играет «Уралочка» после пяти матчей чемпионата с тремя победами занимает седьмую строчку Два поражения команда потерпела от «Тулицы» и лидера чемпионата калининградского «Локомотива» В межсезонье команду покинули Дарья Пилипенко, Богдана Анисова и Валерия Сафонова А главными приобретениями стали либера Екатерина Карполь и, конечно же, капитан команды Ксения Парубец Которая практически год восстанавливалась от травмы колена и пропустила Олимпийские игры Ксюша набрала форму, она, как всегда, прекрасна, и я думаю, что это будет основной игрок атаки И проблемы у нас в любом случае будут, но нужно готовиться и нужно с ними справляться Ксения Парубец вернулась, набирает форму, она вот на кубок приезжала, большой объем работы она проделает Поэтому с каждым матчем она выглядит все лучше и лучше Будем противодействовать, мы моделируем игру команды соперника И пускай Ксения еще не набрала максимальную форму Парубец уже вторая в списке бомбардиров Суперлиги А на десятой строчке ее подруга Ксения Смирнова Вся шестерка у них неплохо, они добавили физики очень серьезно Молодые у них подключились, они выглядят не хуже Опытных уже игроков Котова, Фетисова, Смирнова Это сильная интересная команда Вернулась Ксюха Парубец, которая будет по-любому доказывать И Ксюха Смирнова, и первые темпы И нас ждет сложный матч, но мы будем бороться Кстати, Уралочка уже играла с казанским Динамо Акбарс На полуфинальном этапе Кубка России в Туль И смогла победить со счетом 3-2 Правда, казанская команда выполнила главную задачу на матч Выиграла две партии и завоевала путевку в финал четырех После чего на площадке появились молодые волейболистки На Кубке была задача пройти следующий этап Две партии выиграли и начали решать свои задачи Дали попробовать молодым игрокам Ну, я думаю, что с Кубком все равно сравнивать не стоит Так как у них был там не полный состав Сейчас они приедут в боевом составе в основном Готовимся, работаем и с желанием Девушки из Динамо Акбарс наконец-то смогли спокойно Две недели тренироваться дома без разъезда Это замечательное время, я хочу сказать Наконец-то можно на одном месте посидеть, спокойно Поготовиться, потренироваться Мы сделали упор на физическую нагрузку В принципе, мы распределили нагрузку так, чтобы более-менее быть в форме к важным играм Команда Решата Гелезудинова в чемпионате выиграла 4 из 5 матчей И занимает третью строчку в таблице На прошлой неделе наши девушки дома уверенно обыграли Динамо Метар со счетом 3-0 По ходу нынешнего сезона лучшими бомбардирами команды являются Татьяна Кадочкина и Саманта Фабрис Настроение позитивное, в принципе, как обычно Занимаемся своим любимым делом Еще налаживаем связи Думаю, что ближе к финалу кубка будет полная коммуникация и связь налажена Пока же волейболистки все же продолжают сыгрываться друг с другом И в первую очередь с новой связующей Верой Ветровой Пришедшей на замену Елизавете Поповой Которая продолжает восстанавливаться после травмы Ну, наверное, до максимума нам еще далеко Ну, я надеюсь так Потому что мы добавляем и физики, и сыгранности Да, конечно, я думаю, что мы еще далеко не на своем пике Нам еще есть к чему стремиться Нам надо научиться больше доверять друг другу Помогать друг другу на площадке И все получится Яркая вывеска и не менее яркий матч Динамо Акбарс Уралочка состоится в Казани 13 ноября в 17 часов по московскому времени А мы будем очень рады видеть вас на трибунах Обновленного Центра волейбола Санкт-Петербург 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 Продолжение следует...